МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Наша съемочная группа вернулась с пресс-конференции президента России Владимира Путина. Эксперты уже оценили ее как самую большую и по продолжительности, и по количеству участников. Чувашу на пресс-конференции представляли руководитель национальной телерадиокомпании Маргарита Гартфельдер и главный редактор газеты «Советская Чуваша» Африкан Соловьев. Более 1200 журналистов, фотографов, телеоператоров, в том числе иностранных, собрались в Конгресс-холле Центра международной торговли в Москве на пресс-конференции Владимира Путина. Все часовые пояса соединились на 12 часах московского времени. Именно тогда президент начал отвечать на вопросы представителей иностранных, федеральных и региональных средств массовой информации. Коллеги подготовились. Не надеясь на баланс и некую очередность, многие сделали плакаты с обозначением территории, некоторые написали даже вопросы или ключевые слова. Например, часы. Это о летнем и зимнем времени. Охраняемая территория. О заповедниках, которые требуют внимания. Ветеран – о поддержке пожилых. Из деревни – о жителях села. Иногда это срабатывало, и коллеги получали ответы. Эксперты заранее отмечали, вокруг каких тем будет идти разговор. Собственно, так и получилось. Стали ли предвыборные обещания началом большой и серьезной работы на посту президента большой страны с такой огромной территорией и такими разными регионами? Так или иначе, этот вопрос звучал в зале. Рост внутреннего валового продукта, низкая инфляция, инвестиции в основной капитал, увеличение размера средней заработной платы, снижение безработицы – вот главный показатель работы правительства в уходящем году. Реальные доходы населения выросли на 4%. Региональный же аспект был самым разнообразным. Социальная политика, избавление от ветхого жилья, внутренние территориальные границы, новая система субсидирования сельхозпроизводителей – такие вопросы журналисты региональных средств массовой информации успели задать президенту. В завершении пресс-конференции для привлечения внимания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ход пошли платки, шарфы, мягкие игрушки и даже воздушные шары. Четыре часа диалога. Разные точки зрения на самые актуальные вопросы, волнующие власти общества. Журналисты разъехались по регионам, чтобы рассказать о самом главном – жителям своих территорий. Завтра поздравления будут принимать все российские энергетики. Этот праздник был учрежден в 1920 году. Именно в этот день был принят государственный план электрификации страны. Сейчас в отрасли проходят значительные преобразования. Недавно на предприятии «Чувашэнерго» был открыт уникальный центр управления системами с инновациями комплекса. И с теми, кто будет работать, познакомился глава республики. Тему продолжит Дмитрий Квалев. На этом большом видеоэкране отображена вся энергосистема республики. Линии электропередач, подстанции, городов и сел. Объектов сотни. Любая информация об их работе поступает на пульт диспетчеру. Если произойдет поломка, сигнал о ней специалисты получат считанные минуты. Также оперативно к работе приступают ремонтные бригады. Команды им отдают эксперты из Чебоксара. Это не просто картинка. Это несколько программных комплексов, которые позволяют принимать правильное решение диспетчера, оперативное решение. Подобного нет еще нигде в Поволжье. Этот комплекс на предприятии даже сравнивают с Центром управления полетами. Оборудование самое современное. Его закупали в Германии. Задача специалистов, работающих здесь, держать на постоянном контроле работу единой системы. В этом зале диспетчеры дежурят круглые сутки. Цветом вытянута класс подтверждения. Так, вот зеленый, это линия 35 килогоний. Эта подстанция тоже напичкана современным оборудованием. Реле, трансформаторы, разъединители с электроприводами. Все это для безопасности. Управлять процессом специалист может дистанционно, на расстоянии. Масштабный ремонт здесь провели недавно. Для города это очень важный объект. Ее потребители – заводы, больничный и жилой комплексы. Это вот ЗАИМ, ЗАИП, перинатальный центр, жилой микрорайон, который у нас есть, там где-то около 70 тысяч квадратных метров жилья. Побывал глава республики и там, где готовят будущих энергетиков. В этом году в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства тоже провели капитальный ремонт. Сейчас студенты грызут гранит науки в самых современных лабораториях. Но и это только начало. В учебном заведении планируют оборудовать специальный полигон. На его площадке вырастут модели умного дома. Новейшие теплоузлы, источники альтернативной энергии, мотули, энергосбережения. С этими системами выпускникам еще предстоит поработать. Учебный процесс перестраивают уже сейчас. Этот умный дом будет создан для обучения студентов в повышении квалификации. Умный дом в техникуме построят через три года. Первый объект в этом комплексе – вот такой макет лифта. Этот лифт – точная копия тех, что установлены во всех городских новостройках. Правда, в отличие от реальных шахт, в этой всего лишь два этажа. На этом учебном макете студенты проявляют навыки ремонта и обслуживания сложного оборудования. Студенты техникума не ошиблись в выборе профессии, отметил Михаил Игнатьев. Его выпускники всегда пользовались спросом. Таких специалистов работодатели ищут сами. Для главы республики это не просто факты. 30 лет назад он и сам получал здесь диплом. По традиции, накануне праздников техникуме проводят неделю энергетики, где подводят итоги. Гордиться есть чем. В этом году учебный процесс подняли на европейский уровень. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Современные системы энергосбережения должны дойти до каждого дома. В Чебоксарах открылась уникальная инновационная площадка, оснащенная комплексом новейшего энергоэффективного оборудования. Представленное уникальное оборудование позволяет экономить энергоресурсы на предприятиях и организациях. Центр также предлагает практические решения по экономии в бытовых условиях. Специалисты показали все возможности автоматизированного управления освещением и комплекса мониторинга электропотребления, приборов учета и других выставочных образцов. С созданием этого центра население получит информацию практически полную, доступную в доступном виде, какими способами они смогут сэкономить тот или иной вид ресурсов. Это, соответственно, установка приборов учета современных, светильников, ламп. Это все отразится на оплате коммунальных услуг и, соответственно, на бюджете каждой семьи. В центре оборудован зал для проведения рабочих встреч и семинаров. В первую очередь он будет служить площадкой для обучения специалистов, управляющих компаний, ТСЖ, промышленных предприятий и организаций. Функционировать в полном объеме центр начнет уже после новогодних и рождественских праздников. Иван Моторин, ознакомившись с площадкой, отметил, что центр будет иметь большое значение для всех славев населения. Конкретная экономия энергоресурсов сегодня становится реальной необходимостью в каждом доме. И модернизация экономики в этом направлении не может быть успешной без использования энергосберегающих технологий и оборудования. Данифа Тагирова, Андрей Спиридонов, Республика. К другим новостям. Вчера у входа в Чувашскую сельхозакадемию прошел митинг. Часть студентов протестовали против назначения нового ректора. Напомним, что 12 декабря исполняющий обязанности министра сельского хозяйства России своим приказом уволил прежнего ректора вуза Николая Васильева и назначил на эту должность экс-главу ЦИКа Чувашии Людмилу Леник. Около ста студентов и преподаватели вышли на площадь перед Академией, чтобы высказать свою точку зрения по поводу смены руководства. Мы не согласны с тем, что произошло. И хотим хоть как-то на это влиять. Какие люди берут на место? Неспреждливо. То, что уволили ректора Николая Ивановича. Перед входом был организован сбор подписей под обращением в адрес премьера министра России Дмитрия Медведева. Студенты просили обратить внимание на ситуацию сельхозакадемии, сложившуюся в связи со сменой ректора. В то же время в здании вуза проходило собрание коллектива. Журналистов туда не пустили. Ведите место. Не надо мне никакой перейти. Мне сказали, не пускай перейти, я ничего не знаю. Министерство здравоохранения и социальной политики Чувашской республики преподнесло новогодний подарок районным и городским больницам. 20 УАЗов и 7 Газелей поступили в республику по программе модернизации здравоохранения. Это самая большая партия автомобилей за 2012 год. Вручение ключей от новеньких скорых провели в торжественной обстановке. Машины оснащены всем необходимым оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи. Такой подарок всегда кстати. 0,3 в праздничные дни набирают почти в два раза чаще, чем обычно. В основном все данные машины предназначены для оказания неотложной медицинской помощи. Тем самым мы думаем, что уже в новогодние праздники наши лечебные учреждения получат возможность оказывать медицинскую помощь на новом автотранспорте. Очень понравилась машина водителю из Порецкого. В центральной районной больнице последний раз автопарк обновлялся 7 лет назад. Первая ласточка пришла. У нас район лесной, снежный. Нам УАЗ нужен только. Газель к нам не идет, она большая. Лучше нам, конечно, УАЗик. Самый хороший подарок к Новому году. В ноябре в перинатальных центрах и межрайонных акушерских стационарах уже появились 8 реанимобилей. Еще 7 газелей и 6 УАЗов ждут в республике в ближайшее время. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Доступная среда в каждой школе – один из главных ориентиров целевой программы, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели такие же права и возможности, как и обычные дети. Во многих образовательных учреждениях республики началась ее реализация. Учебные здания и сооружения приводятся в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Они станут доступными для детей-инвалидов. Комсомольская школа номер 2 – единственная в районе, где реализуется проект «Доступная среда». По федеральной программе учебное заведение получило почти 2 миллиона 800 тысяч рублей. На эти средства удалось переоборудовать 4 туалета, заменить деревянный пол в коридоре на плиточный, обустроить сенсорный кабинет. Кстати, в этом кабинете будут заниматься не только дети с ограниченными возможностями, но и те школьники, которым нужна психологическая разгрузка. Программа «Доступная среда» предусматривает и повышение квалификации педагогов. Учителя этой школы уже прошли переподготовку и готовы работать с детьми-инвалидами. В сентябре 2013 года дети с ограниченными возможностями начнут посещать школу наряду с обычными. По программе «Модернизация образования» в этом году учебному заведению дополнительно были выделены средства из федерального бюджета – более 2 миллионов 500 тысяч рублей. На эти деньги поменяли крышу, старые окна заменили на пластиковые, отремонтировали спортзал. Это единственная школа в районе, в которой введен электронный документооборот. Все 372 ученика находятся под пристальным вниманием педагогов и родителей. Кроме оценок, родители могут узнать расписание занятий, домашние задания и даже общаться онлайн с учителями. Вся информация об образовательном процессе ежедневно вносится в базу данных. Благодаря такой прозрачности и открытости удалось значительно повысить успеваемость учеников. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. А в Чебоксарах планомерно решают проблему нехватки мест в детских садах. Сегодня после реконструкции открылся детсад на 75 мест по улице Фруктовая. До прошлого года в здании находилась вечерняя общебразовательная школа номер 2. В декабре 2011 года было принято решение отдать это помещение детскому саду. Общая стоимость реконструкции составляла 29 миллионов рублей. 11 миллионов выделил республиканский бюджет, 17 – городской. В саду будет 5 групп для детей раннего возраста. Там обустроены игровые комнаты, спальные, раздевальные, буфет и туалет. В детском саду разместили музыкальный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кухню и медицинский блок. На входе предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Вчера глава Чувашия принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов работы по реформированию и развитию Государственной гражданской службы Чувашской республики за 2012 год. Руководитель администрации главы Чувашской республики Александр Иванов в своем докладе отметил, что эффективность функционирования органов государственной власти и управления во многом зависит от организации государственной службы. Всего в органах госвластии республики служат 1440 человек. В 2012 году возрос процент молодых людей в возрасте до 30 лет. Большое всего молодежи до 30 лет в госслужбе по годной политике и тарифам 59%, в Минюсте 53% и, меж всех, в контрольной счетной палате всего 6%. Глава республики подчеркнул, что во многом благодаря эффективной работе органов государственной власти в Чувашии обеспечивается стабильная общественно-политическая ситуация. Мы с вами, по сути дела, служа народу, как слуги народа, обеспечиваем во взаимодействии с правоохранительными органами стабильную общественно-политическую ситуацию. Лучшим госслужащим были вручены государственные награды Чувашии. Так, за многолетний плодотворный труд медали ордена, за заслуги перед Чувашской республикой награжден руководитель администрации главы Чувашской республики Александр Иванов. Почетное звание заслуженной работник культуры Чувашской республики было присвоено Валентине Андреевой, министру информационной политики и массовых коммуникаций. В Чебоксарах к Новому году сданы сразу несколько социальных объектов. Жилые дома по улице Дементьева. Ключи детям-сиротам, которые будут жить в новых домах, вручили глава города Чебоксары Леонид Черкесов и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. В столице республики постепенно выполняется программа по обеспечению жильем детей-сирот за прошлый год. Решить эту проблему удалось с помощью Государственного жилого фонда. На Богданке по улице Дементьева ввели в эксплуатацию жилой многоквартирный дом. Он построен в рамках программы жилье нуждающимся детям-сиротам. Ключи от квартир получили 37 сирот. Анастасия Пушкова жила с приемными родителями и их двумя сыновьями в очередь на получение жилья. Девушка встала 6 лет назад. Признается, то, что в свои 19 лет у нее появится собственная квартира, представить не могла. Также неожиданно получала квартиру Ольга. В очередь встала в 2011 году. До сих пор не верит, что новый 2013 год отметит одновременно с новосельем. Честно, нет слов. Одни эмоции. Я просто очень рада. Большое спасибо, наверное, всем. Это очень большой подарок. На самом деле, перед Новым годом. Строители обещают. Дом не только удобный и красивый, но и экономичный. Построены множество сетей водопровода, канализации, водопроводно-насосная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения. То есть площадка полностью подготовлена для застройки. И застройщик сейчас имеет возможность строить жилье с меньшими затратами и, соответственно, с меньшей ценой. В этом году в республике на приобретение жилья для детей-сирот выделено более 200 миллионов рублей. Идет строительство новых домов, куда в ближайшей перспективе переедут еще 68 сирот. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Новогодние мероприятия в самом разгаре. Дети и взрослые участвуют в различных мероприятиях, чтобы порадовать Деда Мороза и приблизить Новый год. Наши юные коллеги из программы «Бухты-барахты» наблюдали, как творчески подошли к заданию чебоксарцы, участники конкурса видеороликов. В Чебоксарах завершился городской конкурс новогодних видеороликов. Ребятам предлагалось оригинально поздравить Деда Мороза с Новым годом и снять свое выступление на камеру. Всем Дед Мороз дарит подарки. И вот вроде он отдает, а назад вроде ничего не получает. Поэтому хотелось бы вначале от детишек услышать слова доброты, слова признательства, слова любви Деду Морозу для того, чтобы потом, 31 числа, он сделал для них маленькое чудо. На конкурс было прислано более 80 работ. Ребята дарили Деду Морозу подарки, превращались в новогодние игрушки, показывали все свои таланты. Данила Панов, к примеру, сыграл для волшебника на флейте. Уходит год дракона, приходит год змеи, пускай у Деда Мороза все сбудутся мечты. С праздником, Дед Мороз! Черновой вариант из костюма я один раз сделал, а с костюмом уже сделал 3-4 дубля. В номинации «Дошкольники» главный приз получил пятилетний Богдан Андреев, он же «Богатырь». Здравствуй, Дедушка Морозный! Вот вопрос к тебе серьезный. Почему лишь раз в году видеть я тебя могу? Посмотри-ка, я подрос, милый Дедушка Мороз. Новый год совсем уж близко. Тебе привет, мой богатырский! Я захотел стать богатырем, чтобы сестренку свою защищать. Критериев было много, это, конечно, в первую очередь артистичность детей, сюжет, то есть чтобы детки не просто читали стихи, то есть именно чтобы была идея. Значит, сложности возникли, в первую очередь, определение номинаций у дошкольников. Было прислано очень много работ, очень хорошо поработали музыкальные руководители, воспитатели, проявили сникалку, проявили интерес к конкурсу, и поэтому очень сложно было определить, и пришлось жюри даже расширить список номинаций и список вообще призеров. Посмотреть работы победителей конкурса можно сегодня на национальном телевидении в 20 часов в детской программе «Бухты-барахты». Мария Шоклева, Евгений Анисимов, Республика. Уважаемый Дед Мороз, Мороз Иванович, поздравляю вас с летарасы, с новой годом! Сразу после нашей программы вы узнаете о том, что можно будет приобрести на сельскохозяйственном рынке по улице Николаева. А я с вами прощаюсь, не переключайтесь, хорошего вам настроения! Новый рынок совсем не похож на старые чебоксарские базары, ни внешним видом, ни содержанием. Площадь рынка разделена на несколько частей по виду продукции. Для покупателей предусмотрена парковка. Здесь все продумано до мелочей. Отлажена четкая система поступления товара, прохождения санитарного контроля, складского хранения, реализации. Есть лаборатория с современным оборудованием. Мы переходим в статус торгового комплекса. И так как мы находимся на улице космонавта нашего уважаемого героического земляка Николаева, поэтому решили назвать его именем, одним словом, как раз торговый комплекс Николаевский. И не хватает здесь, конечно, общественного транспорта. В скором будущем, я думаю, все-таки достаточное количество общественного транспорта будет доезжать и обслуживать этот торговый комплекс. К созданию специализированной торговой площадки в Чебоксарах подтолкнула ситуация, сложившаяся в последние годы в сфере сбыта сельской продукции. Нехватка площадей, высокая арендная плата в торговых точках, ценовой диктация стороны сетевиков привели к тому, что мелкие и средние товаропроизводители оказались просто в несостоянии реализовывать свою продукцию. Появление Николаевского призвано исправить эту ситуацию. Пока здесь заняты еще не все прилавки, но местная продукция в приоритете. В ассортименте есть все, что душе угодно. Мясная продукция, молоко, кондитерские и хлебобулочные изделия и многое другое. Картошка красноармейская и вурнарская, овощи аликовские, мед порецкий и красночитайский. Последний, кстати, пользовался спросом. Здесь все дело в цене. Вот я на этот рынок хожу для того, что здесь все дешево и все качественно, и все есть. Начиная с продуктов питания, кончая промтоварами. Конечно, не забываем наших фермеров, производителей. Мы всегда им рады. Только единственное, они очень осторожно относятся не только к нашему рынку, а вообще к самой торговле. Производить могут, но торговать еще не научились. Я думаю, мы вместе некую вот эту ситуацию, скажем, одолеем. Горожане уже привыкают к новому торговому комплексу. А через некоторое время по плану здесь должны появиться еще несколько павильонов. В то же время развитие будет проходить в сторону площади трех вокзалов отсюда. Только не по улице Николаева, а вот напрямик. Для этого своевременно мы купили с торгов, одним словом, как раз хладокомбинат. Имущество. Не хладокомбинат, а имущество. Там тоже ведутся подготовительные работы. Не только экологически чистые продукты, произведенные в родной республике. Здесь будут представлены и промышленные строительные товары. Специализированный рынок станет крупнейшим в регионе оптово-розничным комплексом по продаже всех необходимых товаров. Хочется всем пожелать в новом году успехов, здоровья, конечно, благополучия, в принципе, как раз. И самое главное, приятных новых впечатлений и всегда свежих продуктов по доступным ценам от производителя к вашему столу. Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика. Гжельская игрушка – новогодняя мечта коллекционеров всего мира. Фигурки птиц и зверей, забавные человечки, сказочные существа способны поднять настроение даже закоренелому мизантропу. Поверить трудно. Неужели всего два цвета – чудеса? Вот так художники из Гжели на снег наносят небеса. Впрочем, гжельский фарфор – это не только и не столько игрушка, но и посуда, и домашняя утварь, только не простая, а праздничная. Настоящую гжель производят в одном уголке земного шара в Раменском районе Московской области. Издавна там в 27 деревнях жили и работали народные умельцы, открывшие месторождение прекрасной белой глины и придумавшие этот неповторимый стиль. Россия всегда славилась умельцами, особенно фарфоровых делмастерами. Все заводы, столь известные в советское время, выросли из дореволюционных фабрик или кустарных артелей. Профессиональные секреты передавались от поколения к поколению. Поэтому Санкт-Петербургские императорские сервизы до сих пор успешно конкурируют с мейсонским фарфором. Не растеряла своих красок и знаменитая дулевская посуда. Попробуйте поставить ее на белую скатерть, и словно летний лук расцветает среди снежной равнины, согревая не только взгляд, но и сердце. Эта красота своя, родная. Все, что продается в нашем магазине, и игрушки, и посуды, и сувениры – замечательные подарки, потому что все они созданы руками мастеров. Вот, посмотрите, здесь стоит знак предприятия и фамилия автора, который создал эту продукцию. И фарфор, и керамика – это ручная работа, поэтому рисунок в ней не повторяется, хотя и похож. Эти вещи не только для красоты, они создают уют, вызывают приятные воспоминания. Их можно хранить и передавать из поколения в поколение. Сейчас наступает Новый год, и к Новому году мы можем предложить вам елочные игрушки, различные сувениры, а также символ года. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Добро пожаловать в наш магазин! Кто сказал, что красивые и необычные подарки не могут быть практичными? Посудой и предметами быта вы сможете и любоваться, и пользоваться много лет. Но уж до следующего Нового года непременно! Новым годом! Новым годом! Новым годом! Новым годом! Новым годом! Продолжение следует...